Многие из вас видели самолеты Ан с оранжевыми носами-спицами и задавались вопросом, а что это за нос Буратино и в чем его смысл? В этом видео мы ответим на этот вопрос. Перед вами авиационная новинка последних лет – первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178. Самолет позиционируют как машину нового поколения, созданную с применением наиболее передовых информационных технологий. Он получил сотни электронных исчислителей, позволяющих интегрировать все системы и датчики, а также автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление. Машину можно задействовать для перевозки личного состава, а также доставки различных грузов, включая технику и вооружение. Ан-178 стал частью семейства Ан-148 и Ан-158. Максимальная высота полета Ан-178 – 12,2 километра. Дальность с грузом массой 10 тонн – 3680 километров. Самолет может развивать максимальную крейсерскую скорость 825 километров в час, а его грузоподъемность составляет до 18 тонн. Оранжевый нос – это датчик углов атаки и скольжения, или сокращенно ДУАЗ. Его применяют на начальном этапе испытательных полетов. Датчик замеряет скоростной напор и показывает углы атаки и скольжения, то есть определяет направление движения самолета вверх, вниз, вправо или влево. Аналогичные приборы установлены на фюзеляже самолета, но первое время они выдают погрешность из-за возмущения воздушного пространства, создаваемого фюзеляжем. Оранжевый нос помогает пилотам получить данные о полете без учета такого возмущения. Здесь приемник давления находится на некотором расстоянии от фюзеляжа. После тестовых полетов специалисты изучают данные датчиков, а затем подстраивают работу его стационарных датчиков так, чтобы возмущение воздушного пространства от фюзеляжа не влияло на корректность показаний.